Как только начался апокалипсис, всадник Война был пленен на сто лет, пока ему не удалось убедить обугленный совет, дать ему шанс доказать свою невинность, что ему, как мы знаем, удалось. Война получил ответы на свои вопросы, нашел виновных в преждевременном начале апокалипсиса и, разрушив седьмую печать, призвал других всадников на землю. Третье царство. Но где же были эти всадники все это столетие? Чем они были заняты? Прежде чем ответить на эти вопросы, следует окунуться в историю появления самих всадников. Задолго до начала апокалипсиса и даже до появления Третьего царства в мире существовала раса, которая являлась плодом смешания праха усопших ангелов и демонов, названная нефилимами. Эти яростные воины вобрали в себя все самые могущественные черты представителей двух первых царств, и весь смысл их существования был связан с убийством и истреблением всех существ, у которых был родной дом, ведь сами нефилимы, будучи созданными искусственно такового, не имели, что считали несправедливостью со стороны создателя. За всю историю своего существования они истребили множество миров, и только спустя мириады лет пролитой крови четверо среди нефилимов поняли, что творили, и, решив искупить свою вину, пришли к обугленному совету, хранителям равновесия, присыгнули им на верность и согласились служить во имя сохранения мироздания. Посланная в мир создателем Троица Совета приняла четверку, и первым их заданием стало истребление главной тогда заразы мира — расы нефилимов. Но эти времена давно прошли, и история становления всадников — это другая история, ведь гораздо важнее то, что эта четверка ценила друг друга, и, когда война была заключена, старший среди них, Смерть, стал первым, кто стал искать способ освободить своего брата и очистить его имя, а также именно всех всадников Апокалипсиса путем возрождения потерянного Третьего Царства. Первое, что он сделал — это отправился за советом к Старейшему Ворону — представителю древних и, возможно, старейшему существу после самого Создателя. Старец был не рад визиту, но согласился помочь бледному всаднику, как иногда называют Смерть, путем открытия портала к Древу Жизни, в обмен на что потребовал, чтобы гость забрал с собой древний артефакт — амулет с душами нефилимов, которых сам Смерть и истребил. Не желая даже прикасаться к этой вещи, всадник разозлил Ворона, который, превратившись в облик войны, погибает. В итоге амулет падает, разбивается и вонзается в грудь Смерти. Когда мертвое тело Вора напало на земь, из него открылся портал и поглотил Всадника. Пробуждается он в Кузнечных Землях, где его находит один из представителей расы древних, которые занимались возведением городов Ада и Небес, старейшина Эйдард. Первое, что спрашивает Смерть у Старца — это путь к Древу Жизни и узнает, что мир, где находится древо, погибает от порчи и первым делом нужно уберечь его от гибели. Сделать это можно только одним путем — помочь местному кузнецу. Эйдард обещает, что если всадник выполнит поручение кузнеца, то тот поможет добраться ему к древу. Прибыв в указанное место, Смерть узнает, что Кузнец — это девушка по имени Элия. Она рассказывает Смерти, что порча заразила не только здешние земли, но даже погасила пламя наковальни. А оно нужно для того, чтобы выковать ключ, который пропустит Смерть и Кузнецов к Стражу, великому творению, которое должно избавить кузнечные земли от порчи. Возобновив деятельность наковальни и выполнив еще пару поручений, всадник узнает от Старейшины Эйдарда о том, что древо жизни не дает никому никаких ответов. Вместо этого оно является в некотором смысле порталом в другие миры. Пусть в каждом мире оно и выглядит по-разному, но по сути является одним целым и единым порталом. Приняв этот факт, Смерть продолжает путь, к которому изначально его отправил Старейшина Ворон. Обнаружив Стража, Кузнецы вновь просят у Смерти помощи. На сей раз нужно привести Стража в работу, вернув ему три Камня Сердца, одно из которых оказывается заражено порчей. Посчитав, что два Чистых Сердца должны сразить порчу зараженного, Древние активируют Стража, что было ошибкой. Страж восстал против Древних, и Смерти пришлось его уничтожить. Но гибель Стража не приведет Смерть к Древу Жизни, а здешние земли к очищению от порчи. Именно по этой причине Старейшина Эйдард жертвует собой и воскрешает Стража, который уничтожает источник порчи и открывает Бледному Всаднику путь к Древу. Но вместо ответов, которые искал смерть, Древо, как и говорил Старейшина Эйдард, насильно отправляет Всадника в другой, Темный Мир, где перед героем предстает искаженное порчей темное и могущественное существо, в котором смерть узнает собственного брата. Это Авесолом, когда-то великий предводитель всех уже давно истребленных всадниками апокалипсиса нефилимов. Первый среди них. Именно он ввел своих собратьев по пути хаоса и разрушения. Именно против него в свое время вышли четверо нефилимов, которые в будущем стали всадниками апокалипсиса, и именно его самолично убил смерть. Но в то время, как все души нефилимов были заключены в артефакт, тот, который Старейшина Ворон хотел отдать смерти в обмен на путь к Древу Жизни, душа Авесолома была поглощена хаосом. Возможно, из-за того, что тот жил только таковым, а возможно, под другим, неизвестным самому мирозданию причинам. Авесолом, вернее, его душа, заключенная в искаженном теле, спрашивает у смерти, почему тот хочет воскресить каких-то там людей, а не своих же собратьев, тем самым искупив свой грех и исправить весь тот хаос, который, со слов Авесолома, происходит в мироздании именно из-за деяний бледного всадника. Но смерть отвечает, что ему важны не люди, а восстановление имени своего брата войны. А на предложение воскресить нефилимов он отвечает молчанием. После чего Древа вновь отправляет его в другой мир, в королевство мертвых. Пробудившегося смерть встречает торговец Астегот, последний представитель своего вида, который полностью отдал себя торговому ремеслу. Он очень схож повадками на Вульгрима, но в то же время, в отличие от него, бесплатно передает свои знания всаднику, и среди этих знаний есть информация о том, что же делать смерти дальше, а именно отправиться к источнику душ через владение костяного владыки. Но, как оказывается, далее аудиенции у владыки еще следует заслужить, и для этого смерти необходимо отправиться на местную арену и победить здешнего золотого чемпиона. Только так он сможет доказать, что достоин лицезреть владыку. Не имея иного выбора, бледный всадник отправляется в путь и достигает своей цели путем убиения чемпиона. Советник владыки с неохотой сдерживает свое слово и допускает смерть к аудиенции, но убиение чемпиона, как можно было догадаться, было лишь первым шагом для достижения цели в виде источника душ. Владыка в обмен на предоставление пути требует у смерти поимки и доставки трех мертвых мятежных владык. Обнаружив, пленив и приведя каждого из них к костяному владыке, смерть получает благословение местного короля и открывает себе путь к источнику душ, но и там его ждут новые препятствия, поручения и неожиданная встреча. В конце города мертвых бледный всадник встречает уже знакомого нам старейшего ворона, душа которого осталась в этом мире. Старейшина по непонятным причинам стал гораздо сговорчивее и добрее к смерти, и он помогает ему идти дальше. Именно от ворона смерть узнает, что для врат, преграждающих путь к источнику душ, необходимо отыскать и заполучить два ключа, один из которых находится в королевстве демонов, а второй в королевстве ангелов, куда смерть и перемещается с помощью древа жизни. И если кто-то предполагал, что заполучить ключ у ангелов смерти удастся легко, то это далеко не так. Как оказалось, порча пробралась и сюда, превратив здешних ангелов в искаженных и злых существ, которые сразу же атакуют смерть. Не имея шансов на победу, всадник почти погибает, но в последний момент ему на помощь приходит еще не поддавшийся порче Натаниэль, который после боя отправляет смерть к Архангелу Архонту. Тот говорит, что узнать, где ключ, можно только у книжника Джамейры, который заключен в цитадели слоновой кости, которая охвачена порчей, и чтобы освободить ее, а Архонту нужен Жезл Арафаэля, частицы которого разбиты по Третьему Королевству, куда сам Архонт не готов отправиться, что сделал вместо него смерть. На земле всадник встретил Уриил, предводительницу армии ангелов на земле, заменившую на этом посту погибшего Авадонна, как нам известно, превратившегося в разрушителя. Уриил и ее бойцы терпели поражение, сражаясь с отродьями, в которых превратились люди, и лишь своевременное прибытие всадника спасло ее от смерти. В качестве благодарности она не только не убила всадника, чей брат, по ее мнению, виновен во всем хаосе, но и помогла ему добыть частицы Жезла Арафаэля. Возвратившись к Архангелу и отдав ему ключ, смерть попадает к книжнику, но, сразив его, узнает, что на самом деле все до единого ангела здесь уже заражены порчей, и ее источником является сам Архонт, который и владеет ключом. Попытка заполучить его мирно не венчается успехом, и смерти приходится убить Архангела и отправиться за вторым ключом к демонам. Прибыв на цитадель демонов под названием Грань Теней, бледный всадник встречает Лилит. Не просто демона, но саму мать не Филимов. Она рассказывает своему сыну о том, что второй ключ находится у Самоэля, но так как того нет, и прямо сейчас он находится в заключении в Третьем Царстве, то смерти нужно отправиться в прошлое, что он и делает. Встреча с небезызвестным нам Самоэлем происходит довольно странно, ведь тот, находясь в прошлом, невероятным образом понимает, что происходит, знает о еще не наступившем в его времени апокалипсисе и о причинах явки смерти. Сам же ключ он отдает всаднику лишь после того, как испытывают гостя из будущего в бою. Заполучив оба ключа, смерть наконец попадает к источнику душ и вновь встречает там своего восставшего брата, который пытается переубедить всадника воскресить не Филимов вместо людей, но разговор заходит в тупик, и между братьями случается второе сражение, во время которого Авесолом снова погибает. В конце смерть стоит у источника душ и не понимает, что же ему делать. Он искренне не знает, зачем сюда шел и как источник душ может помочь ему вызволить из плена своего младшего брата войну. И тут вновь из ниоткуда на помощь приходит старейший ворон и говорит, что источнику нужна жертва. В этом случае это души не Филимов, заключенные в амулете, осколки которого это и есть часть тела смерти, а также твердое решение всадника, кого же ему воскресить, не Филимов или людей. Смерть, отдав свою маску ворону, шагает в источник и погибает. Отдавая себя в жертву взамен на воскрешение людей и восстановление имени войны. Но, как известно, всадников всегда должно быть четверо, а особенно тогда, когда война сломает седьмую печать и призовет своих братьев к восстановлению равновесия мироздания. Спасибо за просмотр! Отдельную благодарность хотел бы выразить ЭВВС, Экис 89, Алексей, Флай, Змееретику и всем остальным, кто поддерживает нас на Патреон и через Донейшн Алёртс. Их имена и ники вы видите перед собой. Также не забывайте про Твич, группу ВК и Дискорд. А на этом все. С вами был Гуднейчард. Чаю вам печенюшек и услышимся в следующий раз. Продолжение следует...